Ценники у нас выросли. Ого, и как выросли! А вопрос-то очевиден. Втирает, что Китай покупает лес. Нет, это не так. Есть интернет, смотрите сами. Но возникает вопрос, что с металлом, что со сталью? А про квартплату вы вопрос не поднимали? Да любой человек хочет уехать в дом. Только дома раньше 50 квадратов и там 10 человек, сейчас 1,3. Пересчитайте, так вот, куда лес и сталь влетают. Естественно, зная от 2-3 кратных наценок на лес, никто не собирается двинуть хату. Вот и ценники. Просто мозги включите и возьмите калькулятор. А есть еще и ремонт жилья. Так вот, вот они и есть, наши ценники. Мы вам с электросилой экономим ваш бюджет. И вот мы вам показали, что разница между лампы накаливания, которые рано или поздно загорают, и светодиодные, по сути, уже никакой не существует. Возникает вопрос, кто ярче светит? Так вот, извините, светодиоды сейчас светят гораздо ярче, чем лампы накаливания. И при этом мощность светодиодной лампы в 10 раз меньше, чем ламп накаливания. То есть, понятно, да? То есть, то место, где вы покупаете качественные светодиодные лампы, они находятся здесь. Электросила, Комсомольская 17 и Вокзальная 5. То есть, я бы вам рекомендовал, как это сделал я, все перекинуть на светодиодные лампы. Они еще будут вкуснее, интереснее. И теперь маленький вопрос, как эти светодиодные лампы ремонтируются. А вы не знали, так вот, рассказываю. Как правило, если такое даже случится, вылетает один светодиод. То есть, если у вас есть что-то здесь, в голове, в случае чего вы можете также для головы, если вы мужчина, купить здесь паяльники и просто запаять. В результате светодиодная лампа будет работать еще дольше. Ну, до поры до времени, естественно. Чем больше вы выпаиваете светодиодов, вы впаиваете туда перемычки, она светит ярче, но продолжительность меньше. То бишь, мы говорим о том, что, в принципе, даже невзирая на то, что светодиодная лампа служит в разы дольше, чем лампа накаливания, ее можно продлить. И это наш грамотный сюжет, который мне один товарищ рассказал, который занимается самолетиками. Ну, почему вы пришли, Виктор Силовна? Нравится магазин. Нравится, да? И ценники абсолютно нормальные, ровные, да? Да. То есть мы не будем говорить, что, допустим, я пришел бы за лесом, и я даже за лесом не хожу, потому что я понимаю, о чем идут ценники. То есть туда можно прийти спокойно? Да. Приходите, покупайте. Конечно, мы сейчас будем говорить об экономии. Вы думаете, что мы не будем говорить про экономию, и вы очень сильно заблуждаетесь. Потому что я прекрасно понимаю, что ценники на все куда-то выросли вверх, на металл, на лес. К чему и для чего, это отдельная тема беседы, я не понимаю. Но на чем вы можете реально экономить? Мы вам уже говорим о светодиодах. То бишь, если это светодиоды, пункт номер один, мощность на них не такая космическая, как на лампы накаливания. Представляете, да? То есть, в принципе, на 500 ватт вы можете купить себе, господи боже мой, 10 светодиодов, даже больше светодиодов. И они будут еще экономичнее, чем те 500 ватт от лампы накаливания. То есть у меня все на светодиодах, и знаете, за электричество я плачу реальные суммы в разы меньше, чем если бы это были лампы накаливания. И самое забавное, естественно, раз мы сверху, я не успел это сделать, простите меня. Но я вам рекомендую, как это сделать. В это время это было немножко другое. А сейчас я бы, естественно, по потолку опустил бы небольшое количество медного провода сечением полтора. Медный провод сечением полтора стоит 25 рублей. Две штуки там больше не надо, потому что там нету заземления, поверьте мне. То есть лишнего не нужно. А медный провод сечением 4 стоит 107 рублей. То есть экономия в 4 раза. Понимаете, как это можно сделать? В случае чего, даже если, чтобы вы никуда не вставали. И вот провод на 4 я себе знаете, куда отправил? Я отправил рядышком с электрическим счетчиком. Есть у меня там штучка, когда я буду в достаточно скором времени отправлять свои электромобили. Вот туда я поставил на 4. А дальше, в принципе, чтобы вы не употреблялись и не думали, в принципе, реально все остальное, опустившись... Ну да, то есть 4 очень дорогого удовольствия, 107 рублей. А опустившись даже дешевле на 2,5, вы можете все остальное сделать на проводе 2,5. То есть, в принципе, для освещения и работы самой очень серьезной энергопотреблению стиральной машины больше вы и не надо. В некоторых случаях даже больше и не надо для плиты. Ну, а в принципе, если мы будем говорить про микроволновку, которая потребляет 1000 ватт, ей, в принципе, даже 1,5 хватает. То есть, вот вам реальная экономия, как вы можете спокойненько, сделав качественный ремонт, сэкономить на не сильно дешевом средстве доставки электричества в вашу точку, от которой вы будете потом потребляться. Почему вы сюда заходите? Ну, как-то по пути, поэтому... А ценники вас устраивают? Ценник, да, устраивают. А лампочки вот такие, светодиозные, яркие, хорошие? Да, хорошие, устраивают. Именно на улице стоит, освещение хорошее. К счастью, да, к счастью, к счастью, я прихожу сюда, на вокзальную пятку. К счастью, почему к счастью? Потому что я вижу, что, в принципе, я как-то делал ремонты. Вот, если честно, да, то в программе автостоп в этом году 21-й год, дом-минал-дом 16-й год. Ну, где-то в промежуточке между автостопом и дом-минал-дом я делал первоначальный ремонт в 1-комнатной квартире. Вот, и сделал освещение крутое. Но оно было, естественно, о лампах накаливания. А сегодня сейчас, вот, лампочки простые, красивые, это будет то же самое, только светодиодные. И ценники-то абсолютно нормальные, ровные, красиво, красиво, ровно. Очень хорошо, что мы подружились с электросилой, потому что мы уже сейчас начинаем понимать, что реально, реально не переплачивайте слишком большие деньги. Потому что все делается, и делается для вас. Ценники здесь ровно для всех, спокойные и ровные. Вот это мне больше всего тоже нравится. Пожалуйста, вам понравилось энтеродиодное освещение, да? Да, понравилось. А вы знаете, что это экономика? Конечно, знаю. Конечно, да. И поэтому вы куда? Приходите сюда? В электросилу? Да, в электросилу. Нравится здесь? Да, хороший магазин, приемлемые цены, все доступно. Ну, и другой вариант, потому что на Комсомольской 17 я зашел, и мне сказали, Леш, а ты не самый умный. Я так и сказал, да, и Лох Спейджер, но бывает чушь. Бывает. То есть, оказывается, также есть возможность продлить жизнь вашего светодиодного освещения. А лампочки, естественно, просто выкидываете, перепаиваете и продолжаете работать. Но возникает другой вариант. В принципе, тоже это возможно, мы определимся. Передо мной сверху стоят замечательные, большие, ну, серьезные прожектора, которые вы можете использовать на улице в том числе. Не проблема. Тут вообще очень много интересных вещей. Я даже посмотрел. Отдельные вещи меня реально просто удивили. Но что будет делать, если там что-то сломается? Там немножко сложнее. А если здесь что-то сломается? То есть, прыгать далеко не надо. Вот вниз опускаете и спокойненько берете то, что нужно. Просто, элементарно, приклеив даже. С ними никуда не случится. Во-первых, что такое светодиодные лампочки? Пункт номер один. Они очень редко сильно перегреваются. Очень-очень редко. Но это не получается возможности, потому что их температура, ну, максимум 70 градусов. Это не 250 градусов, не так, что вы обожгетесь. Вот так вот. И, естественно, вы просто взяв вот эти штучки, просто подклеив их на двойной скотч, элементарно поменяете. И в результате и то красиво. И освещение не подольше, и не надо ничего другого менять. Просто переставили, поставили. И к слову о том, что иногда такое случается, что кое-что будет светить гораздо интереснее, чем что это было раньше. И, конечно, это плохо, что при наличии интернета пипл от журнюков хавают люмпинские сюжеты. Для уже не человеков. Уже не человеки. Смотрите мои материалы. А дальше интернет, и мы будем умнее. Все же легко. Но, простите, если в мире даже на границе с Россией дома в 12 этажей строят за трое суток, то это наша проблема долгостроя. Вот отсюда и поднимаются ценники. Мы вам с электросилой показываем, как цены сэкономить на электропроводке и в каждом дне.